Ребята, привет! Почитав ваши советы под прошлым видео, я понял, что не имею права оставить в таком красивом фонарике, насколько я стараюсь его делать качественно. Совсем неподходящий коллекторный двигатель, который я выбрал раньше. Он очень шумный, там нет подшипников, там просто втулки. Вы правы, что он долго не проживет. Сегодня мы подберем гораздо более качественный двигатель. Кроме этого я хочу устранить свою ошибку в прошлом видео, которое допустил с кнопкой. И усилить корпус. Еще есть основная задача. Мы должны на отражателе профрезеровать такие же отверстия, как и на медном радиаторе. Для выхода воздуха до сих пор это не сделано. Наверное с этого и начнем. Поехали. Чтобы ни в коем случае не повредить резьбу ни с этой, ни с этой стороны, и сам корпус, он здесь тонковат. Мне нужно сейчас выточить две оправки. Естественно с резьбой. Одну с этой, другую с этой стороны. Одна из оправок должна плотно одеваться на вращающийся центр. О, хорошо. Но при этом и должна сниматься. Сейчас посмотрим, центр крутится. Да, все отлично, ребят. Переворачиваю и нарезаю внутреннюю резьбу. Так как у меня на оправке резьба получается в упор, я буду нарезать ее с размыкания маточной гайки. Если я буду останавливать двигателем, то по инерции еще какое-то время, там доли секунды, шпиндель крутится. И резец продолжает нарезать, и есть все шансы, что он просто воткнется. А так при размыкании резец резко останавливается, выводишь его и потом опять замыкаешь маточную гайку. Но таким способом можно нарезать не все шаги, а лишь кратные шагу ходового винта. И как-нибудь я сделаю обязательно подробное видео, как нарезать резьбы с размыканием маточной гайки. Одна оправка уже готова. Я укоротил резьбу специально для того, чтобы при закручивании отражатель плотно упирался в заднюю стенку. Чтобы был упор. Наконец готова и вторая оправка. Накручу отражатель и протестирую. С первой оправкой я уже соединил. Получилось хорошо. Думаю, можно приступить к фрезеровке. И опять, ребят, без копировальных шаблонов никуда. Без них я уже как без рук. Напомню, что внутреннюю часть отражателя я точил по вот этому шаблону параболической формы. А теперь я распечатал внутреннюю часть. И можете видеть, что линия шаблонов абсолютно совпадает. Я выставил шаблон таким образом, чтобы от внутренней стенки отражателя до максимальной глубины фрезеровки паза было где-то расстояние миллиметров семь. Постарался выставить шаблон так, чтобы глубина вот этих пазов на медном радиаторе и пазы на отражателе примерно совпадали. Ну что, давайте приступим. Нужно профрезеровать 30 пазов столько же, сколько и на медном радиаторе. Ребята, опять пришлось переобуться в полете. Показываю вам все как есть. Убрал я все шаблоны. Не понравилось мне, потому что пазы получались очень неаккуратными. И теперь я делаю просто малой продольной. И меня результат устраивает. Подобрал угол опытным путем, поставил 22,5 градуса. Еще мне пришлось вытащить новую оправку по-быстрому и сделать ее более длинной, потому что фрезер, выяснилось, при фрезеровке упирается в патрон. По ходу пьесы сделал коррективы, решил делать не 30, а 20 пазов, чтобы больше тела оставалось. Вот так практически на том же диаметре выглядит 30 пазов. Перегородки получаются очень тонкие. Короче усилю конструкцию, пусть лучше стенки останутся потолще. Давайте я вам предварительно покажу, что получается. По-моему шикарные пазы. Отлично, продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин фрезеровку давайте вам покажу, что получается. Выяснилось, что вот эта фреза, которой я фрезеровал крыльчатку, даже очень хорошо работает по дюралюминию. Просто нужно использовать СОЖ, что я раньше не делал. Так что все великолепно просто. И сейчас сниму, покажу вам, что внутри получается. Чтобы я мог свободно работать малой продольной подачей, я соорудил вот такую конструкцию. И это мне позволило выйти из положения и выполнить задачу. А с этой стороны можно видеть вот такую картину. Фреза прошла насквозь, но все равно нужно переставить фрезер и немного доработать. Официально заявляю, что эта деталь полностью готова. Как вам, ребята? И теперь уже точно может встать на свое штатное место. Теперь верхняя часть имеет вот такой вид, какой-то инопланетные детали. Вы спросите меня, зачем ты опять расточил медный радиатор? Ну как вы видите, теперь коллекторный двигатель сюда не подходит. Да потому что, ребята, я услышал вас и здесь будет стоять совершенно другой, но уже качественный двигатель. Вот он очень качественный, бесколлекторный мотор. Кстати, угадайте по внешнему виду, где он раньше стоял. Мне его подарил мой друг Игорь для опытов и сейчас он придется весьма кстати. А стоял он, ребята, на квадрокоптере Mavic, который у Игоря потерпел крушение. Ну, дадим ему вторую жизнь. Но дело было не только в моем желании или нежелании ставить определенный мотор. У меня есть разные бесколлекторные моторы, чуть больших, чуть меньших габаритов. Все дело в том, что мой светодиод будущего фонарика рассчитан на напряжение от 3 до 5 вольт. И для его питания я буду использовать однобаночную батарейку. То есть напряжение 4 вольта. А для запуска бесколлекторных моторов обязательно нужен регулятор скорости. У меня просто не было подходящего на 1С, на такое напряжение. Ну, звезды сошлись и вот буквально вчера мне пришел такой регулятор на 10 ампер с Алиэкспресс. И сейчас я подключу и запущу вам этот двигатель. Послушайте, как тихо он работает. Просто шепчет. К тому же я сомневался, запустится ли этот мотор от Mavic от 4 вольт. Еще обязательно для запуска таких моторов нужен сервотестер. Вообще, можно сказать бесшумно работает. Мощный. Ну все, ребят. Этому суждено быть. Значит будет стоять вот этот очень качественный двигатель. Теперь нужно очень аккуратно на бронзовой крыльчатке пересверлить отверстие подвал. И изготовить еще 3 отверстия для крепления на БК двигателе. Получилась вот такая оправочка. Заодно хочу немного облегчить крыльчатку. Сточу тело где-то на 2 миллиметра. Сейчас ответственной операции нужно пройтись разверткой 3 миллиметра. И чтобы ее точно зажать, пришлось выполнить вот такой кардабалет. В цанговый патрон ER32 зажать цанговый патрон ER11. На маленьком патроне хвостовик без конуса диаметром 6 миллиметров брал его специально под свой фрезер. С помощью фрезера аккуратно сверлю 3 отверстия. С помощью фрезера A2 RGB Все подготовительные работы выполнены и можно собирать все в кучу. Расточил радиатор внутри под двигатель и вы видите мне повезло. Но тут остался совсем небольшой запас, толщина стенки, где-то 0,5 мм. Так как мотор имеет меньшую высоту, пришлось вытащить переходную площадку из латуни. И крепление у него также с обратной стороны. Так что все будет крепиться через эту площадку, через медный радиатор. На крыльчатке увеличил посадочное отверстие подвал. И также выполнил еще 3 отверстия для крепления на двигателе. И еще немного дополнительно полирнул. Плюс еще немного облегчение. Все готово. Осталось подключить и проверить как работает. Подключаем питалово. Ребята, намного тише работает этот двигатель. И посмотрите, практически нет вибрации. Идеально. Но это роскошь какая-то. Это не может не радовать. Теперь только в корпусе нужно выделить место под регулятор. И под сервотестер. Кому нужно, ребята, ссылки будут в описании под видео. Если есть необходимость поменять вращение на противоположную, нужно просто поменять местами два провода. Которые идут к регулятору от мотора. Ну что теперь I like it, do it, do it. Мне нравится как дует. Ну а теперь давайте убьем сразу двух зайцев. Исправим положение с кнопкой, чтобы не было вот этого некрасивого зазора. И заодно укрепим корпус. Потому что здесь он получился тонковат. Это моя ошибка. Надо было оставлять больше тела. Для этого в патрон уже заряжен дюралюминий. Поехали. Расточил буквально на пять соточек меньше специально. Сейчас нагрею. Эта деталь расширится. Можно будет состыковать. А после остывания она схватится намертво. Сожмет вот эту деталь. Углубление под кнопку буду делать вот этой фрезой по дереву. Они прекрасно работают по дюралюминию. К сожалению по металлу подходящего диаметра у меня не нашлось. И пришлось мне переточить хвостовик под 8 миллиметров цангу. Я люблю рыбу. Если встать на день. Я знаю кто-то это бьет. Я люблю рыбу. Он целей. Я люблю рыбу. Я люблю рыбу и нанесу. Я гарморист в тюроле показываю. Я беру на три 250 кг. Я беру мою рыбу. Я беру на три 9 то. Я беру на три. Я беру на три 8 тысяч. И после зеркалка имеет три это. Официально могу заявить, что задание выполнено. Корпус стал прочнее и кнопка смотрится симпатичнее. Все поставленные задачи успешно выполнены. И уже сегодня начинаю снимать испытания фонарика. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok